В России для граждан с небольшими доходами предусмотрено значительное число мер социальной поддержки. От скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг и медицинских препаратов до прямых денежных выплат. Правда, пользоваться этими инструментами умеют далеко не все. Сказывается недостаток информации. В первую очередь именно поэтому и была организована данная встреча. У вас у всех на руках есть брошюра с законодательством по всем социально-экономическим вопросам. Там основные льготы, которые имеют жители Московской области, перечислены. Это буквально вчера я была в соцзащите и получила вот эту новую литературу. Спасибо Наталье Анатольевне Малашкиной, которая нам ее предоставила. Дома вы ее почитаете, а сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться. В качестве эксперта на встречу был приглашен заместитель председателя комитета ветеранов войны и военной службы Владимир Брусенков. Он давно и успешно занимается разъяснением мер социальной поддержки, которые положены тем или иным категориям граждан. Благодаря его усилиям десятки, если не сотни пенсионеров и льготников смогли реально повысить уровень своих доходов. Вот ко мне люди приходят, и вчера была на приеме, в пятницу, в гарнизонном доме офицера, женщина. Почему пенсия маленькая? 46 лет стажа. Принесла на мне тетрадочку. Я, говорит Владимир Алексеевич, все выписала в 85-й год, 86-й и так далее, и так далее, по месячную зарплату. Все выписывала. Я ей объясняю, вроде должна пенсия быть хорошая, а я ей объясняю. 46 лет отрубила, а по закону только 40 учитывается, когда формулу считается стаж, умножается на отношение зарплатных планов. 40 лет учитывается, у мужчины 45. И все. Что больше работало в общий котел. Теперь, второй множитель из этой формулы, отношение зарплатных плат. Ваша средняя зарплатная плата берется за 5 лет, или за последние 2 года, 2000-2001 год, или за 5 лет, на любом периоде вашей трудовой деятельности. Отношение это, вот дама, которая пришла ко мне вчера, у нее 1,5, а по закону 1,2. Отношение заработной плате к средней заработной плате по стране. У нее 1,5 годы они выбрали, и я-то вижу, какая у меня зарплата, а у меня таблица, какая государственная была средняя заработная плата. 1,5 обрезается до 1,2. Перемножаешь, я говорю, все, вы на пределе. Однако, невысокая пенсия не приговор. Именно о том, как грамотно воспользоваться положенными по закону льготами, или получить установленные государством доплаты, и шел живой разговор на этой встрече. Было задано множество вопросов, а затем общение продолжалось и в более неформальном ключе. Мы хотим научить наших пенсионеров, наших пожилых, уважаемых одинцовцев в том, чтобы они считали свои не только расходы, но и доходы. И пользовались теми социальными льготами, которые у нас предусмотрены и государством, и на уровне муниципалитета. Конечно, информации недостаточно. Немногие пользуются интернетом, посещают соответствующие какие-то правовые семинары. Поэтому моя задача – это как можно больше проинформировать людей о тех правах, которыми они обладают, и научить их тем средствам защиты, которые у них имеются. Действительно, и на федеральном, и на региональном, да и на муниципальном уровне существует большое число мер материальной поддержки социально незащищенных граждан. А вот пользоваться ими людям еще предстоит научиться. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».